Виталий Волков Управление по делам ГООЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. На прошлой неделе на территории муниципального образования Управления по делам ГООЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. Метапредметная олимпиада проекта школы Росатома. Мы все, можно сказать, сблизились, подружились, познакомились, и я бы еще раз с радостью повторила бы это все. А теперь подробнее об этих и других новостях. Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Неверов отчитался об исполнении наказов смоленских избирателей. Такой формат отчета депутата для смоленского региона в новинку. За последние три года, что Сергей Неверов представляет Госдуме Смоленщину, ему удалось пресечь незаконные стройки в регионе, добиться от управляющих компаний проведения текущего ремонта домов. Он сумел заставить недобросовестных работодателей выплатить долги по зарплате и привлечь их к ответственности. По инициативе депутата Госдумы и работе его фонда созидания в регионе был создан крупный проект по диспансеризации населения «Автопоезд здоровья Смоленщины». За три года регулярных выездов в самые отдаленные уголки области специалисты поликлиники на колесах бесплатно осмотрели почти 20 тысяч смолян. Также в области успешно реализуется проект «Тепло в дом». Каждый год Сергей Неверов приобретает 500-600 машин дров, которые вместе с ребятами из молодой гвардии доставляет одиноким пожилым людям. Продолжая работать с крупными проектами, каждый месяц парламентарий проводит приемы граждан, во время которых узнает о новых проблемах смолян и получает очередные наказы, которые берет на свой личный контроль. 17 сентября представители городских инфраструктур Десногорска рассказали о событиях в городе и отчитались о проделанной работе. Подробности в сюжете. В начале совещания начальник медико-санитарной части 135 Алексей Азаренков представил свой отчет. Так, за прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 202 вызова. Также он сообщил о стартовавшей прививочной кампании против гриппа. Системы жизнеобеспечения города работают стабильно. Идет плановая подготовка к осенне-зимнему периоду. В некоторых микрорайонах проведена полная замена трубопровода. Проводится работа по ремонту тепловых сетей третьими крайнями. То есть завещающиеся сходи, значит, гидробических испытаний и плановый год тепловых сетей. В эксплуатацию при дорожной температуре соответствуют требования правил. Комитет по культуре подготовил для жителей города интересные спортивные мероприятия. 20 сентября на стадионе спортивной школы пройдут спортивные соревнования по лево-атлетике, по футболу в 13.00, в 15.00 и в 16.00 в рамках празднования юбилея города. Более полную информацию о предстоящих событиях можно узнать на сайте администрации города. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Деснатовая. Госдума на пленарном заседании 17 сентября приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс. Согласно изменениям в России будут введены электронные трудовые книжки. По мнению парламентариев, эта инициатива не только избавит бизнес от излишних трудозатрат, но и сведет к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже для самих работников. Изменения затронут порядка 60 миллионов работников и 8,5 миллионов хозяйствующих субъектов. При этом переход с бумажных на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным. Тем сотрудникам, которые захотят остаться с бумажной трудовой книжкой, будет необходимо до конца 2020 года подать соответствующее письменное заявление. Защитить людей и обезвредить даже то, что не видно. По Смоленскам прошли масштабные учения инженеров Росгвардии, которые освоили новейшие средства обнаружения. В ходе сбора было изучено множество ультрасовременных устройств, которые применяются инженерными подразделениями при выполнении задач по поиску, идентификации и обезвреживанию взрывоопасных предметов. В этом году инженерными подразделениями Росгвардии страны обследовано более 1300 объектов, а обезврежено около 600 взрывоопасных предметов. Благодаря новому современному оборудованию этот процесс станет более быстрым и эффективным. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой. Семь раз за семь дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 611 сообщений, из них 233 ложных. Поступило и отработано 13 просьб от населения. Губернатор Алексей Островский побывал на вторых межнациональных патриотических сборах молодежи Кривичи. Развитие здравоохранения и образования, работа общественного транспорта, благоустройство парков и скверов, молодежный летний отдых. Эти и другие вопросы обсудили молодые смоляне с главой региона. Молодежные сборы Кривичи призваны создать на региональном уровне единое межкультурное пространство, где юные смоляне будут обмениваться опытом, знакомиться с этническими традициями и ценностями других народов. Участниками смены стали 100 молодых людей различных национальностей в возрасте от 15 до 20 лет из всех муниципальных образований Смоленщины. В течение часа молодые люди активно обсуждали с губернатором самые разнообразные, в том числе острые темы. Алексей Островский давал ответы на каждый вопрос, при необходимости обсуждая подробную информацию с профильными специалистами в режиме реального времени по громкой связи. 18 сентября во всех городах-участниках проекта Школы Росатома проходит муниципальный этап Метапредметной Олимпиады. В ней в этом учебном году принимают участие 318 команд. Это ученики 5-8 классов. О мероприятии в Десногорске смотрите далее. 20 городов-участников, сотни умников и умниц. Метапредметная Олимпиада Школы Росатома призвана выявить как самых-самых, так и тех, кому еще стоит посидеть за учебниками. Муниципальный этап в Десногорске прошел в Третьей городской школе. Искренне желаю вам всем показать на этой Олимпиаде наилучшие результаты, достичь максимума своего, то, на что вы способны. 7 команд и 28 мальчишек и девчонок. Их ожидало непростое, но увлекательное испытание. Отречительная особенность Метапредметной Олимпиады – показать детям, что школьное образование дает больше, чем знание правил и формул. За время учебы дети приобретают навыки анализа информации, логики, умение отстаивать свое мнение и работать в команде. Тут надо найти какого-то специального героя, у которого написана неправильная фамилия. Скорее всего, потому что этот специальный герой сразу после интервью попросил на листочке написать свою фамилию имя. Команды составлены из детей разного возраста. Из четырех человек участвуют по одному ученику из пятого, шестого, седьмого и восьмого класса. У всех учеников разный багаж знаний по школьным предметам, разный жизненный опыт и характер. Как применят ребята свои знания и как быстро найдут взаимопонимание и зависел успех. Оценивала знания конкурсантов и подводила итоги испытания авторитетная жюри. Место номер три заняла у нас команда под номером три-один. Все ребята получили дипломы участников, независимо от полученных результатов. Но призеров, тех, кто справился не только с формулами, но и с работой в команде, оказалось трое. Отстаивать же честь Десногорска в финале конкурса будут ученики третьей школы. Задания были разные и повышенные сложности, можно так сказать. Но все они были очень интересные. И мы решали их всей командой. Нам было также очень интересно их решать. И мы все, можно сказать, сблизились, подружились, познакомились. И я бы еще раз с радостью повторила бы это все. Какие нужны были знания, чтобы победить в этом конкурсе? Ну, наверное, самое главное тут команда считаться с чужим мнением. И вообще, в принципе, опыт. Победа в муниципальном этапе – часть большого, интересного и полезного пути. Этих детей в марсе ждет финал метапредметной олимпиады, который пройдет в одном из городов участников. А такой уникальный жизненный опыт – это, безусловно, прекрасный шанс для личного и профессионального роста ребят. Наши дети, ежегодно участвуя в таких мероприятиях, всегда возвращаются из поездок счастливыми, довольными, окрыленными, с мотивацией к получению новых знаний. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ Органная музыка, два хора, знаменитый баритон и композитор, специально прибывший из Мюнхена. Смоленская областная филармония открыла новый концертный сезон. По задумке организаторов, грандиозность программы первого выступления должна была подготовить слушателей к тому, что в предстоящие 10 месяцев их будет ждать немало приятных сюрпризов, ярких эмоций и незабываемых встреч. Программа концерта «Сквозь время и пространство» состояла сразу из трех премьер – двух мировых и одной смоленской. Впервые исполнены два произведения известного российского музыканта Владимира Генина «Последнее путешествие» и «Колокол Михаила», посвященное Михаилу Аркадьеву. Главные новшества сезона связаны с появлением органа в Смоленской филармонии. В областном центре даже пройдет первый международный органный фестиваль. А теперь коротко о погоде. 19 сентября в Десногорске будет пасмурно, пойдет дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 7. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова